Where am I? Harry Lisa? That I'm in the hospital? You were having a bad dream I'm in the hospital So, my friends, let's go So, why don't we have a fan We're going to turn on the lights Let's go It's quite nice I'll tell you It's not a lot of this thing It's not a lot Again, we have a little bit Let's go We're going to get everything Maybe something useful here is Of course, we're going to keep it We're going to keep it Она сказала далее Об одном Ты Должен найти еще одну церковь Еще одну церковь Что это может быть значить? Скоро мы узнаем Напольные часы Ничего особенного Это пока, наверное, ничего особенного Хотя, может быть, и правда Ничего особенного Опять мы видим, что здесь у нас На полу возле шкафа есть отметины Шкаф явно кто-то недавно двигал Хотите толкнуть шкаф? Толкаем шкаф И да, таки тут есть Вход Что это? Хэрри! Сибил? Ах... Я рада, что ты в порядке Я не должен был оставаться Ты Что-то плохое, чем я думала Это ужас Что ты делаешь здесь? Я думал, что ты уехал в городе Я увидела тебя сюда Так что я ищу тебя Я не могла выйти Я не могла выйти Я ищу тебя Я ищу тебя, но она исчезла Я не знаю про твоя девушка, но... И... Я ищу тебя 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 Они поверутся Я ищу тебя Союз не最後 Ни не спрашиваешь Ни их Выходы И И исследование остановлено. Что может быть с этим? Я не знаю. Но может быть, это темно, что она говорила. Это все, что я могу подумать. Хм... Что это? Я просто обнаружил это. Может быть, что есть что-то там. Давайте посмотрим. Подождите. Мы не знаем, что там там. Я лучше проверяю это сначала. Я пистолет, я должен идти. Нет. Я пойду. Хорошо. Я покажу тебя от сюда. Будь осторожен. Если что-то выглядит, я вернусь сюда. Хорошо. Сибилл? Да? Знаешь что-то о... Ну... как по-почти. Как по-почти. Как по-почти. Как по-почти. Что ты говоришь? Не знаю. Я не знаю. Я пытаюсь понять, но я не могу. Я посчитал, Все мягкое там. Я слышу сирены в дистанции. I met this nurse, Lisa. It's like I was there, but not really. It's all a blur, like some kind of hallucination, you know? I have no idea what you're talking about, Harry. Oh. I was just wondering. Never mind. Harry, you're tired. Yeah, maybe. I was just wondering. What's this? Some kind of altar? Never seen anything like this before. Maybe this is the other church. It's like that, what did she tell us? When she gave us the key to an antiquity. She said, you have to find another church. Here is another church. And here is another church, which we wanted to find. Далее Гелеспи. Почему она это хотела сделать? На это у нее есть свои причины. Но так или иначе, мы сюда пришли. И видим непонятную картину. Непонятный какой-то демон. Или что это, я не знаю. В общем, что-то ужасное, чему кто-то поклоняется. Но я вам скажу, кто поклоняется. Это как раз и поклоняется далее Гелеспи. Потому что это ее антикварный магазин. Почему она дала нам от него ключ? Опять же, у нее есть какие-то мотивы. Давайте исследуем этот алтарь. Церковный ботир. В нем какой-то порошок. Что за порошок, я не знаю. Так же здесь находится... Что это? Надпись какая-то и какой-то топор. Это топор, взять его. Да, мы возьмем топор. Безусловно, он нам пригодится. И мы видим на стене надпись No God. Бога нет. Хотя здесь находится некое божество, или что это, чему поклонялся кто-то. То есть далее. Замок заклинило, дверь нельзя открыть. Мы взяли здесь всего лишь топор, просто увидели другую церковь и возвращаемся назад. Что это? Harry? Harry? Are you okay? Harry? 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 Сибилл отправилась за нами, но нас там уже не было. Where am I? Harry? Lisa? That I'm in the hospital? You were having a bad dream. Was I? Hey, you don't look too good. Are you okay? I'm fine. Nothing you need to worry about. Well, if you're sure. Lisa, do you know a woman named Dahlia Gillespie? Oh yeah, that crazy Gillespie lady. She's kind of famous around here. She never sees anybody, so I don't know that much about her. But I heard her kid died in a fire, and supposedly she's been crazy ever since. Well, she says the town is being devoured by the darkness. Do you have any idea what she's talking about? The town devoured by the darkness. Yes, I think I do. Before this place was turned into a resort, the townspeople here were on the quiet side. Everybody followed some kind of queer religion. Weird, occult stuff. Black magic, that kind of thing. As young people moved away, the people figured they'd been summoned by the gods. Evidently, things like that used to happen around here all the time. Before the resort, there really wasn't anything else out here. everyone was so flipped out, you gotta blame it on something. Then a lot of new people came in and everybody clammed up about it. Occult. Last time I heard anything about it was, gosh, years ago. When several people connected with developing the town died in accidents. People said it was a curse. I'm sorry, I'm rambling. I'll shut up. It's already impossible to understand where the sleep and where the reality. Now we suddenly are in the hospital again. It's amazing. Was that another dream? Did I pass out again? 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 Но, возможно, все это лишь происходит в моем воображении. Попал я в аварию и сейчас лежу без сознания на больничной койке. Я уже не знаю, что реально, а что нет. Сибилл сказала, что Шерилл направилась к озеру. Но дорога к озеру загорожена провалом. Может, есть и другая дорога? Лиза может это знать. Ну что, дорогие друзья, как вы видите, мы опять, опять произошло кое-что, что перенесло нас в альтернативную реальность. В альтернативный Сайлент Хилл. И теперь мы находимся, насколько я знаю, мы опять находимся в антикварном магазине. Почему же тогда Гарри находится явно не в магазине? Мы находимся в больнице или нет? Повсюду опять распятые тела. И на земле мы видим опять знак, как далее нам сказала, знак Самоэля, которые возникают именно вот в потустороннем Сайлент Хилле. Ну что же, раз вот в таком и месте, давайте, конечно, сохранимся, безусловно. Как это будет называться? Опять же, антикварной лавкой называется. Хм, интересно. Да, и теперь, после того, как мы сохранились, я думаю, нам стоит идти дальше. Хотя, в принципе, я начинаю догадываться, где я могу находиться. Это место называется вот такое вот совершенно непонятное. Вроде мы и в антикварной лавке, а вроде и нет. Это место обычно называется нигде. То есть, это самый-самый глубокий кошмар. Слово кошмары несет очень большой смысл в этой игре. Просто, просто огромный. И мы попадаем в Silent Hill. Но только... Ничего себе! Ничего себе! Вот это да! Вот это да! Вот это да! Вот это прямо было сейчас... Да, слушайте, напугал у меня. Откроем карту. Мы находимся в кошмарном Silent Hill, альтернативном Silent Hill, но... В настоящем, в городе такого еще не было, ребята. Такого еще не было. Здесь тоже все в решетках. Здесь тоже повсюду ржавчины. И мы встречаем уже совершенно новый тип монстров. Прыгающие, но с небольшим количеством ХП. После одного удара они уже падают. И они, как я понял, прыгают на нас только когда... Да! Вот ведь... Какой кошмар, а! Прыгают на нас, когда мы на них не светим фонарем. Вот что происходит. Сколько они... Ай, не то, не то. Я хотел посмотреть, сколько они нам урона наносят за удар. Ну, видите, зеленого уже на коричневый. В принципе, не слишком много. Но теперь я даже не знаю, куда мне отправляться на самом деле. Давайте посмотрим наш инвентарь еще раз. Я что-то запамятовал. Куда нам отправляться? У нас есть топор. Небольшой одноручный топорик. Довольно-таки посредственное оружие. Но для чего, для чего нам нужен этот топорик? Я не знаю. Последнее, что было, это очень, очень странное происшествие в антикварном магазине. Вроде как мы даже перенеслись в больницу. С нами разговаривала Лиза. Ёлки-палки. Так, у нас здесь смена камеры была. Так что я думаю там что-то важное находится. Сейчас мы немножко отстали от них. я хочу взять все-таки пистолет, потому что с медсестрами конечно сколько у нас патронов? 44. Слушайте, мы поиздержались, мы хорошо поиздержались на патроне. И это уже совершенно другой вид собак. Совершенно другой вид собак, который очень сильно нас повреждает. Посмотрим сколько здоровья. Да, это уже тяжелое у нас испытание, я бы вам сказал. Бутылок осталось совсем мало. Сколько мы конечно насобирали в больнице, я вижу его где-то там. Так, надеюсь больше нет собак. Здесь был необычный ракурс, когда я пробегал. Вот он. И да, здесь нам что-то показывается. Посмотрим, что это. Торговый центр Silent Hill. И да, что-то мне подсказывает, что кроме как пойти в торговый центр, мы уже никуда не можем. Я посмотрю здесь в округе. Опять же звенит радио. кто-то кто-то остался. Может быть на другой стороне? Здесь я не вижу. Я хочу просто посмотреть, есть ли что-нибудь здесь из патронов или здоровья, потому что ну явно что-то должно быть. А может быть и нет, кстати. Кто его знает? Кстати, говоря, торговый центр также нам встречается и в третьей части, по-моему, даже в самом начале, если я не ошибаюсь. Да, никуда мы больше пройти не можем, кроме как зайти через вот этот пролом торговый центр Сайленхилла. Чувствую, сейчас мы опять кого-нибудь встретим. Пока что здесь довольно тихо. кстати говоря, по поводу того, что Сибил говорила у нас нет карты этого места? Да, у нас просто общая карта. Сибил говорила про наркотики. Наркотики тоже играют немаловажную роль здесь в сюжете у нас, так как ими многие отравились в городе, многие умерли от них. И далее это будет все больше раскрываться вот эта сюжетная линия, что не так сказать все просто. Все у нас здесь в решетках, все совершенно ужасное и нам некуда идти, кроме как идти наверх. Давайте туда как раз сейчас и поднимемся после того, как дадим Гарри немножечко отдышаться. «решетку» 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 Дядя, помоги мне. Ты? Я люблю тебя. Шерил! Видим ли знаки Самоэля сначала на экране, а после нашу брод Шерил, которая говорила папочку, где ты, помоги мне, и их перемешку с ее изображением, а мы видим Олесу. Мы видим фотографию Олесы. Безусловно, это все имеет смысл. Вообще, в этой игре практически все имеет смысл. Я, как говорят, говорили японцы, если ты устраиваешь какую-то ручную игру, то она должна быть полезной, иначе зачем она нужна? Так что здесь все не просто так. Уже второе некое напоминание нам идет от Шерил. И опять мы слышим, что здесь где-то рядом монстр. Первое у нас, я напомню, было в медвежской школе. Мы взяли трубку телефона. И мы услышали голос Шерил. Что мы видим там? Боже мой, что это? Что это? Сходи! Упали! Где мы? О боже мой, это... Это какой-то черт огромный. Так, я возьму... Дробовик, потому что... Ёлки-палки. С большими ребятами разбираться только большими патронами. И я даже не знаю пока, как мне его убивать. Видимо. Момент, когда он выпрыгивает... Ух ты! Мы попали в него. Так, мы... Отлично, он иногда в него прицеливается. Нам нужно бегать по кругу. И... Мы его убили. Ху! Так, посмотрим... Наше здоровье... Слушайте, а здоровье-то у нас... Просто отличное. Уничтожили этот... Этот кошмар. Слушайте, он еще жив! Он еще жив! Как же так? Что это? Видимо, нам нужно убежать. Или он убежал? Похоже, что это он убежал. Почему у него фиолетовая кровь? Это так неестественно. Да, ну мы, конечно, потратили достаточно патронов. Особенно еще в конце я зря выстрелил. Безусловно, зарядим. У нас осталось всего 24. А ведь было почти 40. Слушайте. Да. Посмотрим, сколько у нас от пистолета. Да, у нас 29. И еще 15 в обойме. Ху! Какой-то жук ужасный, в общем. И так мы его и не убили, кстати говоря. Куда же мы вышли? Куда же мы вышли сейчас? Опять я слышу птеродактиля. Здесь опять везде песок. Где мы находимся? Птеродактиль, кстати, тоже стал намного сильнее. Как вы видите, он теперь не просто розовый, а уже... А уже красный. Куда нам идти дальше? Вот здесь, сюда идем. Мы видим ветряки справа и слева. Да, мы находимся в полном нигде. Это... Я даже не знаю. Это не Сайлент Хилл. Что это? Это... Просто совершенно я... Даже не знаю, где мы находимся. Посмотрим. Есть ли здесь какие-нибудь... Нет, здесь ничего нет. И, похоже, нам нужно... Езжать вперед, только вперед. Но еще нужно бы... Хорошо бы понять, где это то самое. Вперед, когда нам нужно идти. Так что птеродактиль нас не атакует, но собака... Усложняет нашу проблему. Я открою карту и посмотрю, где я могу находиться. Да, елки-палки, где мы находимся? А главное, куда нам идти? Неужели снова в госпиталь? Сколько Гарри может бежать без устали? Я не знаю, но... Нас уже атакуют. Нас уже атаковали и две собаки. И птеродактиль. И здесь мы видим тупик. Но, к счастью, нам удалось уклониться. Я просто не знаю, куда нам еще идти, честное слово. Посмотрим, куда ведет эта дорога. Я открою карту. Фу, вот это перебежка. Слушайте, давно таких не было. Давно такого кошмара не было. Но этот кошмар похуже любого. Но я думаю, конечно... Мы опять видим знак Самаэля. Ой-ой-ой-ой. Два птеродактиль у нас чуть не атаковали. Хорошо, что Гарри бежит без устали. И собаки нас тоже нагоняют. Посмотрим, куда я иду. Да, здесь тоже все заблокировано. Видимо, придется обходить через... Через, не знаю, через самые дальние кварталы. И да, надеюсь, надеюсь, что Гарри не выдохнется, и мы все-таки убежим. Но этот птеродактиль просто-таки за нами увязался... ...как приливший. Вот что мы видим. Я еще раз открою карту. Мы почти здесь. Мы почти добежали до госпиталя. Но я даже не знаю, туда ли нам нужно. Здесь опять собака. Я просто... Три собаки! Я просто забегаю внутрь. Сюда ли нам нужно? Не знаю. Сохранимся. Безусловно. Безусловно, сохранимся. Снова мы в приемной. Гарри... Гарри... Гарри, кстати, даже не дышит. Так сказать... Активно. Спокойно идет. Равномерно. Все здесь у нас обрушено, но мы уже были в альтернативной. Почему-то эти двери опять не осмотрены. Как будто мы тут и не были. Давайте зайдем. Харри! Главное, что ты в порядке. Спасибо, что ты вернулся. Я боюсь, что здесь все равно. Я сейчас здесь. Я тоже был беспокоен. Я очень рада видеть вас. Лиса, ты можешь рассказать мне, как ты идешь в госпиталя? В госпиталя? Ты берешь Бахман Road. Реда была блокчат. Ну, это единственная штука. Ты уверен? Тебе есть другая штука. Подождите! Я просто вспомнил что-то! Что? Есть водороскоп на моем старом школе. Он был оборудован за годы. Есть туннель подруга, использован для инспекции или что-то. Я вспомнил что-то все-таки на море. Серьезно? Ты думаешь, что я могу на море оттуда? Я никогда не был там, так что я не позитивно. А в остальном, это все осталось, чтобы избежать людей. Если есть возможность, я должен попробовать. Харри, не уйди! Я не хочу быть alone. Это так страшно, я не могу отстать. Я не могу отстать. Как ты придешь с нами? Это может не быть безопасным местом в мире. Я не могу предупреждать вам ничего, но я сделаю свое место, чтобы защищать вас. Нет. Какой-то я чувствую, что я не должен уйти этого места. О, Харри. Я так страшно. Я холодно. Я холодно. Смотри. Просто ждите здесь немного дольше. Я вернусь, как я узнаю мою дочь. Харри? Харри? Ну что же, нам нужно направляться к озеру. Мы оставили здесь Лизу. И на этом, дорогие друзья, я заканчиваю одиннадцатую часть своего прохождения по игре Silent Hill. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, ссылка под видео. С вами был Гидон. Всем спасибо. И до следующей миссии.